Всем добрый день. Обстановка за минувшую сутки не изменилась, естественно, прижимная. Противник увеличил количество обстрелов с применением запрещенного вооружения. На Донецком направлении, в районе населения Путов, Докучаевск, Жабичево, Несеноватое, Стыло, Петровское и Спартак, применил минометы калибром 1282 мм, было выпущено 30 мм, также применяясь вооружением БМФ, различные гранатометы в структовой войны. На Горловском направлении, обстрелом со стороны вооруженных сил Украины подверглись в районе населения Путов, Красный партизан, Гармавский и Железная балка. Противник упустил 5 мин калибром 120 мм. Также использовались активные гранатометы из структового оружия. На Мариупольском направлении, обстрелом подверглись в районе населения Путов, Коминтерна, Куликово и Ленинска. Противник применил минометы калибром 82 мм, было выпущено 28 мм. Также использовалось вооружение БМФ, гранатометы из структового оружия. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. В задаче обстрела украинских силовиков по городу Докучаевск. В осколках посечен жилой дом по адресу улица Ленина, 82. К счастью, не обошлось без потерь среди гражданского селения. В зону так называемого АТО с инспекцией прибыла группа офицеров с командованием вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. В сопровождении представителей Генерального штаба вооруженных сил Украины. В настоящее время проверки подвигаются бригады вооруженных сил Украины, входящие в состав оперативно-тактической группировки Донецка. Главная цель данной инспекции – проверка готовности соединения вооруженных сил Украины к ведению наступательных действий. Кроме того, западных специалистов интересует проблема расхищения украинскими военными денежных средств, выделяемых спецслуживами Соединенных Штатов Америки. По результатам проведенной проверки, американские надсмотрщики настоятельно рекомендовали командующих так называемого АТО генералу Забродскому убрать с позиции в районе Сунипута Авдеевка боевиков в правосекторах, в связи с их ненадежностью и неспособностью вести наступательные действия. В свою очередь, Забродский незамедлительно выполнил требования западных покровителей и переместил боевиков в националистов. Отмечу, ранее командование вооруженных сил Украины неоднократно заявляло о том, что неподконтрольные украинские националисты, в частности боевики правого сектора, выведены в глубокий тыл, а передний край обороны занимает только штатные подразделения. В связи с этим украинские генералы также отказываются признавать потери среди националистов. Сегодня годовщина страшной трагедии и большой потери для нашего народа. Ровно год назад, 8 февраля, украинские террористы подло убили героя Донецкой народной республики, командира батальона «Сомали» полковника Михаила Толстых, известного далеко за пределами республики по базовному гире. Каратели, пришедшие с мечом на нашу землю, не смогли победить его в бою, им оставалось только нанести удар в спину, совершив этот террористический рак. Михаил погиб, но память о нем будет всегда жить в наших сердцах. Он навсегда останется для нас примером мужества, самоотверженности и героизма.